Добро пожаловать мальчишки и девчонки, с вами ваша антизомби-ошная девочка-волшебница Невермор и мы возвращаемся на нашу антизомби-базу. Итак, за кадром прошло довольно значительное количество времени и мы сделали очень важное и нужное. Все ресурсы базы были направлены на производство, на то самое бионически возвышающее производство и наконец-то защитник может еще сильнее возвыситься. Был, конечно, хороший вариант, что вознесение мы начнем с принцессы, более полноценное. Но принцесса большую часть времени находится на защищенной базе. А вот защитнику предстоит идти в бой, причем не только с той толпой механоидов и зомби, что все так же бродят за воротами. Именно поэтому было заготовлено не просто много, а очень много имплантов. Обе бионические ноги, новая рука и самое важное бионическое мощное сердце. Именно с него мы и начнем улучшение нашего бойца. Тем более, что своей ударной работой он явно это заслужил. Да и возраст, будем откровенно, его немножко поджимает. Защитнику уже незаметно стукло на 60 годиков. И пускай пока что он не получил негативных эффектов от этого старения, все еще впереди. Да и в целом, он сам чувствует, что смертельное старение настигает его. И нужно избавляться от бренной плоти. Дело ясно, что с одной биологической, а второй еще и улучшенной рукой, доктор Электр пройдет эту операцию играюще. Ну а мы же сразу в очередь забросим обе бионические ножки. Да и заодно его левенькую и еще бионический желудок. Именно эти органы мы заготовили. И именно на них пошло огромное количество стали и все добытые нами компоненты. К слову сказать, компонентов было довольно приличное количество. И Боба со своей рукой Пуром долбил их, не зная усталости. Как видим, и доктор Электр не прошел. Новое бионическое сердечко разгоняет кровь с утройной силой. За ним уже уверенно движется первая бионическая ножка. Одну за одной, наш профессионал в отделении человеческих частей тела, доктор Электр отсекает ненужное. И только небольшая растерянность прерывает этот процесс. Да, у них все еще есть небольшие дебафы от нахождения под землей. Но это тоже временные дебафы. Вскоре, как у самого защитника, с увеличением количества бионики, все негативные мысли уйдут на задний план. Тем более, что для базового соответствия верованиям Убанинской школы, нашим героям нужно не так уже много частей тела, замененных на бионику. В целом, шесть органов должны быть облагорожены. И тогда настроение возвысится несказанно. Именно туда будут направлены все наши помыслы и деяния. Тем более, что принцесса в этой работе стала уже известным планетарным мастером. Известным среди зомби, конечно. Потому что эта планета заражена, и здесь очень мало живых людей. Но тем не менее, мастер планетарного масштаба звучит крайне гордо. Как видим, она уже взялась за новый бионический глазик. И это будет совершенно не лишним. Позле всех операций, наш защитник сменил свой верный энергопистолет, служившему верой и правдой, такие долгие годы, на более продвинутое, более мощное и более дальнобойное оружие. Именно она, та самая энергетическая винтовка НКС-то готова. Ведь доктор Лектро не только хорошо делает операции, но он еще и прошелся по научным изысканиям. Практически все базовые возможные протезы уже изучены. Да чего уж там. Пожалуй, для улучшения наших шансов, мы даже улучшимся в нашу операционную, прервав немного процесса улучшения. Как видим, нам теперь доступны многие разные приборы. И не последним из них будет монитор жизненных показателей. А также такой же монитор, но гораздо более расширенный. С таким прибором, пускай он будет стоить целый один продвинутый компонент, не говоря о стали и пластали, мы сможем достичь гораздо лучших результатов. И даже непрофессионалы не будут допускать ошибок в процессе возвышения. Впрочем, пока доктор Лектро возвращается в сознание, ну а наша принцесса создает новые запчасти, мы, пожалуй, пройдемся в целом по базе и посмотрим, что изменилось. Не отходя же далеко от мастерской, первой мы обратимся к Вике. Эта барышня проявляет завидное упорство в своих отсталых университетко-человеческих принципах. Ранным образом она не желает обращаться в истинную веру, но парочка ритуалов обращений все же делает свое дело. Пускай не с первого раза, но та же Карин вполне успешно несет истинное слово. И по чуть-чуть, по малому проценту, приводит Вике к просветлению. Это, впрочем, проект более долгостройный. Мы же обратимся своим взором чуть дальше. А именно в лабораторию. И да, заметим, что лаборатория немножко освободилась от лишнего хлама. Как видим, уничтожив все ненужное на плавильне и переработав все нужное на материалы, мы практически полностью освободили это помещение. Убрать немного саркофагов кредтосна, и здесь можно было бы делать биологическую лабораторию. Но тут по общему собранию было решено, что саркофаги-то мы оставим. Наш всякий пожарный, зумби-укусный случай. А лабораторию для нее мы сделаем отдельное, большое-пребольшое помещение. Именно его, как видим, начал расчищать Боба. Потихоньку, по чуть-чуть, не спеша. Но в конце концов, находясь рядом с нашей биологической операционной, это будет шикарная лаборатория, где мы будем выводить новые прелестные виды. Ну а потом, конечно же, выпускать их наружу. Кстати говоря про наружу. Зомби в последнее время стали несколько агрессивнее. Все чаще набегают красноглазые орды, которые не просто ходят вокруг дверей, но еще и активно их долбят. Самыми неприятными для нас последствиями. Будь это живые люди, можно было бы сказать, что их привлекает наше богатство, ведь богатства у нас очень-очень много. Один защитник на черном рынке в разборке потянул бы на хорошую сумму. Но это же, как знаем, бесправные и бесцельные зомби. Безмозглые абсолютно. Да еще и недолгоживущие, к слову. Не успевают наши герои добежать до нужного места, как зомби уже бадают. Истощенные, сраженные без сил. Ну а мы же к удаче своей пополним запасы зомби-сыворотки. Ну а что же до самой лаборатории, то мы уже можем потихонечку начать расстановку тех тех приборов, что мы достали из древних баз. Начнем, понятное дело, с архотехнического формера, который сам по себе занимает довольно приличную площадь. И такой же архотехнической утробы, просто-таки огромного и неповоротливого размера. Симметрия, прямо скажем, здесь немножко угуляла, но симметрия это не самое важное, ведь творить мы там будем совершенно несимметричные вещи. Как вы помните, мы уже находили разного рода мутантов, причем некоторые из них были просто отвратительны. Так что небольшое отсутствие перфекции не особо сильно повлияет на результат. В остальном же все так же рыдая, пока доктор Лектор внесся в сознание, отметим, что и внешний вид базы стал получше. Раскопки что на севере, что на юге, принесли необходимое количество материалов, и комната защитника, бобы, и теперь уже местами самого Лектора, стали чуть-чуть благороднее и больше соответствовать содержанию. До идеала пока все так же далеко, да и застройка гидропоники застабарилась из-за перенаправления материалов. Но в целом процесс идет очень в нужном направлении. Единственное, о чем стоит пожалеть, это то, что ни в одних из раскопок мы не нашли больше серебра. А из-за этого наши барышни, в частности Малдонада, довольно часто слетают в нервные отрывы из-за психического давления. Казалось бы, самая малость. Довести одна единичка, и мы смогли бы сделать новую шапочку из фольги, но, к сожалению, нет. Хотя сейчас это не самая важная спитка приоритетов. Гораздо важнее, что доктор Лектор наконец-то вернулся в сознание, и после небольшого отдыха и подзарядки он продолжит операции. Ну а мы продолжим осмотр базы. Как уже заметили внимательные зрители, да и по многочисленным просьбам в комментариях, мы таки разделили наше место разделки и место приготовления пищи. Не то, чтобы наши герои в последнее время выходили на охоту. Охрана системы механоидов охраняет не только нас от зомби и зомби от нас, но еще и сильно продолжает дело Грэда Тунберг, а именно защищает местную фауну от нашего посягательства. Мы бы и рады выйти за мясом, но тут как бы мясом не стать самим. Но мы же не отвлекаемся, друзья. Не отвлекаемся и продолжаем улучшения. Мы не то жизненных показателей установлен. Новый центр обработки информации о пациенте тоже. Так что доктор Лектор снова может взяться за скальпель и заняться любимым своим делом. За это время заметим, Блицесса добавил еще бионический глазик в стак производства. Так что защитник получит еще и сверх того, что он задумал. Хотя уже на данном этапе его можно назвать максимально близким к совершенству. С тринадцатым уровнем мастерства, будучи ведущим экспертом не только на нашей базе, но и в окрестностях, доктор Лектор просто прекрасен. И операции происходят одна за одной, без перерыва и без ошибки. Шикарен, прекрасен и бионически почти божественен. Вот каким становится защитник. Но все остальные будут к этому позже стремиться. Со всеми этими плантами, даже под действием наркоза, наш герой бегает не хуже, чем был раньше. Самое время для него взять новую винтовку и протестировать свой глазик. Ну а заодно и проветриться, чтобы наркоз на свежем воздухе тоже спал. К несчастью механоиды в данном случае все же боятся нашего героя и не заходят в зону поражения. Но один разочек, чисто ради эксперимента, даже в ослабленных его условиях, все еще по действиям веществ, мы можем сделать маленький тест, как для винтовки, так и для него самого. Стоит напомнить, что когда-то, еще в самом начале мы взяли для него перк на ускоренную стрельбу. Точнее, на ускоренное наведение заряжания. Многие тогда сомневались, что это нужно, но вот теперь-то, имея энергоснайперскую винтовку, умение будет более чем полезно. Вы видели это сами, друзья. Один за одним несколько механоидов были сражены, пока даже не поняли, что происходит. Если бы не толпа синтепит, мы сразили бы и больше. Но зачем рисковать? Ведь мы можем провести пару другоповторений, когда наркоз выветрится, и наш герой станет еще быстрее и лучше. Как видим, пускай он не дотягивает до уровня войдов, но тем не менее он очень и очень и очень силен. Ну а уж с повышенной скоростью наведения, ему просто нет равных. В идеале нам бы, конечно, улучшить всех до такого состояния, но до этого идеала придется еще долго и долго работать. Так что на данном этапе доктор Лектор для начала закончит исследование сарканного воздействия, чтобы иметь все базовые возможности создания имплантов. Ну а потом уже двинется к интересному, именно к тому, что мы долго игнорировали, генетическим разным исследованием и улучшением. Тем более, что неподалеку он дреангулировал еще одну древнюю лабораторию, и у нас есть прекрасная возможность снова туда сходить и поискать что-нибудь интересное. Пожалуй, такие шикарные успехи дают повод провести еще одну речь лидера. Речь защитника, который больше всех привелился к механическому идеалу. И неудивительно, что стоя перед живым воплощением машины, все были более чем вдохновлены. Хотя, скажем откровенно, впечатление от комнаты могло бы быть и лучше. Признаем, что, конечно, функциональностью мы немножко позабыли об эстетике наших помещений. Но это вполне можно исправить, благо, что стоит это совсем недорого. Пока Боба будет и дальше копать гору, он может сделать маленькое отвлечение и добыть давно найденную жилку нефрита. Совсем небольшую, в 6 кусочков породы, но это, тем не менее, позволит нам создавать новые скульптуры и украшать ими наше помещение. Возвращаясь к защитнику, заметим, что лечение в новой операционной проходит гораздо быстрее, чем раньше. Небольшие попадания в торцию печень пропадают одно за одним. И вот он снова готов к свершениям. Сознание его повышено на 9%. Движение работы на 36%. Зрение вообще на 19%. Пожалуй, заправившись еще одним вкусным блюдом, он сходит в еще один маленький рейд против механоидов. Тем более, что вскоре его будет ждать награда, ведь принцета как раз-таки накопила необходимое количество продвинутых компонентов для создания детекцирующей почки. Пока что одной, но в будущем их будет гораздо больше. Выдерживая положенную дальность, наш герой одну за одну уничтожает их тварей. Не так уж и сложно, имея продвинутые аугментированные глазики и такую же продвинутую энергетическую винтовочку. Совсем немного времени прошло, а большая часть кластера, лишившись целью указания, уже прекратила свое существование. Даже мышный разрушитель, поврежденный ракенцей тройкой ракенцей шутного дня, и тот теряет возможности выжить. Несколько метких выстрелов, и он падает сраженный. Если бы мы не видели этого сами, то решили бы, что это какой-то обман, но нет. Лично при нас, защитник, пускай с малыми царапинами, но тем не менее в одно лицо уничтожил почти весь кластер. Да, поврежденный кластер, но тем не менее. Огромное число механоидов прекратило свое существование. Из всего, что нам необходимо уничтожить, остается маленькая механоидная турель. Но это уже совсем не проблема, учитывая эмигранаты убивы. Кластер уничтожен. Все целы и полностью. И пускай только один из двух, и не тот, который бы мы хотели, но результат, тем не менее, налицо. Более того, случается невероятное. Империя, которая послала нам этот кластер в качестве задания, та самая империя, что сослала принцессу и защитника на эту зараженную планету. Да, та империя, извращенная и жестокая, под нежной лаляшной рукой новая разволосая правительница, выполняет так и свое обещание. Маленький, очень символический кусочек золота, но это та обещанная награда, что мы должны были получить. И мы ее получили. Другое дело, что империя нас немножечко наобманула и не додала нам имперского прощения грехов. Золото вот оно, а вот репутационные отношения все еще не восстановлены. И нас все еще считают врагами. Стоило ожидать, друзья. Ведь империя она такая. Другое дело, что мы делом наказали. У нас есть мощный воин. Воин, способный срамиться с самими бойцами Войда. И это уже дорогого стоит. Тем лучше нам, друзья. Насколько к самому началу лета наша команда уже была на новой лаборатории. Знакома с этим дизайном. Что-то похожее мы уже встречали. И будем готовы ко всем неприятностям, которые подготовила нам компания Хеликс. Ну или же приятности. Вроде того же хранилища ДНК. Более-менее архотехнического свойства. Конечно же, Кота-лошадь не то, чего нам хотелось бы встретить. Тем более, Кота-лошадь, скрещенная с тигром. С другой стороны, вариантов особо не предвидится. Ну а маленький покус Торсоу Хоуп в конце концов компенсируется все тем же бионическим возвышением. Другое дело, что помещения остальные не так уж и полны. Разрушенных приборов очень много. Но мы пришли за чем-то целым, чем-то интересным, чем-то, из чего мы сможем извлечь свои генетические пользы. Чем-то вроде еще одного механоидного чипа и маленького Кура-зайтика. Милейшего создания. Пускай тоже жутко злобного. Другое дело, что некоторых существ мы все еще не встречали до этого. Трумбо-ящерица. Причем с уклоном в Трумбо, а не в ящерицу. И размером, соответственно, тоже. Довольно странно заметил существо с зачатками интеллекта, способное даже открывать двери. А возможно и плеваться о чем-то нехорошем, как он и пытается сделать по каждому открытию. Как жаль, что здесь, друзья, мы не можем провести маленький эксперимент по излечению. Явные следы генетической болезни указывают, что это существо неизлечимо. Ведь это даже не обычный агреоз, а болезнь куда более суровая, зашитая в саму ДНК животного. Будем надеяться, что мы, используя новую архаутробу, в будущем будем более осмотрительны. Тем более чудесно, что все необходимые приборы мы явно накопим. Причем многие даже возможно архотехнического свойства, пособирав понемножку то там, то тут, по разным лабораториям. Как видим, в очередной раз мы находим и генетический рекомбинатор. Тот самый, что защитник в прошлый раз по ошибке случайно разобрал вместо демонтажа. В этот раз и нас побольше, и мы повнимательнее. Да и всякие медведи-муфало нам тоже особо не помешают. Небольшой бокус Бибы, но ничего смертельного. Ничего, что не позволило бы нам продолжить. Хотя поднявшийся на ноги ящер-отумба все же не самое приятное животное. Пожалуй, его сбежание лучше будет его добить. И продолжить изучение и сборку. В конце концов, вылов более чем прекрасен. Если не в качестве приборов, то хотя бы в качестве запчастей. Но всякие добавочные готовые геномы, вроде того же рептильного или взрывного бумолупного, это просто вишенка на торте прекрасного. Животное, конечно, выскакивает и сзади, и спереди. И даже применяют тактику от влечения, когда маленькая курица-мутант отвлекает, а большая котя-мутант обадает сзади. Но опять же, совершенно не проблема. Другое дело, что эта лаборатория оказалась несколько более опасной, чем раньше. И зомби нас здесь тоже нашли. Эти вроде и не должны были. Один за одним, немертвые поднимаются прямо из земли. Как видно остатки тех самых древних ученых, что здесь и погибли. Как видим, в отличие от прошлых раз, наши герои даже попадают под волну зомби. Не самую большую, но тем не менее неприятную, вынуждающую несколько поменять тактику. И поменять, друзья, гораздо сильнее, чем хотелось бы. Бедняга Норберт был ранен. И ранен самым неприятным способом. Два укуса. Один в ногу, один в руку. Да и та же участь постигла Бибу. И что самое страшное доктора Лектора. Как мы понимаем, риск недопустим. И перед уходом отсюда, от покусанных частей тела придется все же избавиться. Лекарств должно хватить. Ровно столько, сколько нужно будет отсечь органов. И теперь уже крути, не крути. Но даже Норберту с его биоконсерватизмом от бионического возвышения никуда не деться. Пожалуй, проявляя просто чудеса надежды, доктор Лектора не укусы, а именно рваные раны, нанесенные зомби, постарается просто замазать. Но это пройдет у него и, скажем, у того же Биба. Но вот с Норбертом все просто, ясно и однозначно. Сюда вам приходили, чтобы взять побольше нужного. А получается, сами уходим, без нужных нам частей тела. Волна зомби, по счастью, была более скоротечна. И вскоре они сами падают в сраженные. Но результат, походу, уже радует далеко не так, как было это в самом начале. С другой стороны, и Норберт не показывают следов отравления зомби-инфекцией, так что можно спокойно, пускай и не с полным грузом, отправляться в обратный путь. Да и сверх того, друзья, возвращаясь домой новым маршрутом, немножко южнее, чем мы привыкли, на пути наши герои замечают странное жилое поселение. Какие-то дикари научились выживать на планете полные зомби, или скорее даже цивилизованные люди одещали и научились выживать. Другое дело, что расположившись так близко к поселению корпорации Войт, эти глупцы Сайя подписали себе приговор, и судьба ей будет явно не завидной. Мы в своей милости можем и помочь, по крайней мере помочь погибнуть этот бренный мир, и не создавать массовость там, где она совершенно не нужна. Но возвращаясь в живота временно домашнюю базу, мы видим, что и лаборатория принимает свои финальные черты. Само собой, предстоит еще долгое заглаживание и выравнивание всех поверхностей, но это уже технические мелочи и малости, которые защитник проведет играюще. Что же до дикарского лагеря, то это вообще не проблема и даже не лагерь. Какие-то руины древних зданий, одна с трудом работающая панель и пять вооруженных копьями и луками людей. Как их не съели здесь зомби, это отдельно интересный вопрос. Но то, что мы их точно ликвидируем, вопросом вообще не является. Благодаря данным винтовкам они даже не поняли, что происходит. И спастись, как видим, удалось только одному из них, охотнику по имени Пурпурный. Ждать пока, ждать пока местные охотники восстанут в виде зомби, нам просто не улыбаются. Впрочем, пожалуй, ту же панель и настенный кондиционер мы на запчасти разберем. У нас на базе в них маленький, но все же дефицит. Даже несмотря на постоянные раскопки. Что же до обратного пути? Тут там проблем точно не возникнет и домой мы вернемся настолько быстро, что это даже не интересно. Так что, пожалуй, здесь, друзья, мы сделаем традиционную нашу любимую паузу, а продолжим же в следующем эпизоде, когда наши герои станут еще ближе к механическому возвышению. Пока что традиционно я напомню про наши Телеграм, Дискорды, ВКонтакт, ссылочки на которые все также можно найти под видео в описании. Ну и, само собой, всем удачи, до встречи, а увидимся, муж, и немножко попозже.